Сонька! Соня! Где ты, Соня, носишь? Где ты, Соня? Грибочек! Дождик у нас пошел. О, нашли грибочек. Красненький. Красноголовек. Рядышком второй. А мы уже решили возвращаться. Соня, погуляем еще? Да, красноголовек. Ничего, тверденький. Дождик у нас пошел. Не, ну раз такое дело, можно погулять. Посмотреть. Мы вообще, конечно, надеялись, что опята прошли по нашему лесу. Мы вообще пошли просто с Соней погулять. Ну, на всякий случай. Люди страшно откуда-то водят, водят грибы. Мы решили посмотреть у себя за количеством. Здесь обычно всегда в траве красные растут. Но мы красных сейчас, конечно, вообще не ожидали. Вроде как октябрь месяц. Пойдем, Соня, грибы искать. Пойдем, Соня, грибы искать. Соня, грибы искать все. Сейчас вот дождики пойдут, мгновенная пойдет. Сухо все. Вот и все. Ничего мы не нашли. Дождик у нас идет, так что, наверное, дождики пройдут и пойдут грибы. Главное, что мы выгулили Соньку. А сейчас мы пойдем взвешивать индику. Потому что им сегодня пять месяцев. И вот мы их будем взвешивать. Главное, Сонька у нас набегалась. Мы после дождиков обязательно сходим в лес. Все ездят куда-то на трассу, там собирают опята. Мы в нашем лесу здесь никогда опята и не видели. Мама там у себя находит, знает, где опята. А мы у себя здесь никогда опята. У нас красные, белые, грузди. А вот опят не видели. Пойдемте индюков взвешивать, пока не винуло. Ну вот, сегодня нашим индюкам пять месяцев. Кто помнит, это у нас хайбрид-конвертер. В общем, что, взвесили мы их. Взвесили. Получилось у нас... В общем, сперва скажу, почему они вот так у нас сидят. Пришлось соорудить такую клетку. Вот уже две недели держим одного мальчика отдельно. Потому что, вот видите, невозможно они дерутся. Они дерутся просто насмерть. И вот мы их держим отдельно. Даже в сарае ночью он отдельно живет. В общем, начали они очень ругаться. И поэтому вот мальчика мы держим отдельно. Его засипуем и кормим. И на ночь в отдельное место в сарае. В общем, что, взвесили мы их. Мальчики у нас... Получились у нас два мальчика и одна девочка. Вот девочка у нас за месяц прибавила два килограмма. Сейчас девочка весит 12 килограмм. А мальчики один прибавил за месяц 4 килограмма, другой 5. В общем, они уравняли свой вес. И сейчас они оба весят по 17 килограмм. В общем, всех троих одновременно убрать мы не можем. Поэтому и девочку пока еще не убираем. Первого мы, чтобы избавить себя от проблем, будем убирать мальчика. Ну, в общем, что касается веса, да. Это не тот вес, который создатель этой породы обещает. То есть он должен быть... Мальчики должны быть 24 килограмма сейчас. Но у нас вот не получилось. Первый раз у нас опыт с этой породой. Не получилось пока дойти до такого веса. Но мы все равно, мы очень-очень рады. Даже 17 килограмм для нас это, ну, просто достижение. Поскольку у нас никогда такой птички не было. С таким весом такой птицы у нас не было. Ну, однозначно мы не отказываемся от этой породы. Будем учиться на своих ошибках. Девочка, она же такая летунья залетела и сидит. Ну, в общем, никаких гусей я теперь точно держать не буду. Это я сто процентов могу сказать. То есть выращивать гусей, конечно, проще. Да, не надо там им ни корма специального. Больше они едят травы. Меньше с ними заботы там с температурой. То есть гуси раз и все. И можно сказать на свободу. Но, тем не менее, не хочу я держать никаких гусей. Не буду. И на следующий год мы снова возьмем индюков. И снова этой же породы. Ну, прыгай, прыгай, прыгай уже. Давай, прыгай. Девка самая такая активная, самая такая... Ну, как сказать, подвижная. Мальчики вот они надуются и ходят по дороге. В общем, будем мы продолжать держать индюков. Пусть там пару месяцев помучатся с температурой. А так, в принципе, ничего такого сложного, как многие пугают, что их там сложно держать. Ни с чем мы с такими сложностями не столкнулись. Только вот то, что они дерутся. То есть, если бы их, например, у нас было бы 10 штук, да? И как получается, что среди них больше мальчиков, то я вообще не знаю, что бы мы делали. Говорят, уберешь девочек и мальчики успокоятся. Мы пробовали их садить вдвоем, убирали девочку. Не получается, они дерутся насмерть. Вот этот он спокойный мальчик. Этот такой хороший, более спокойный. Он даже особо и не надуется на него и пытается от него уйти. Но этот вот, он прям вот, он просто ходит все время как шар. Так что, в общем, держите, новички, кто хочет. Испробовать очень интересно. Представьте, 17 килограмм. Вот сейчас будем убирать. То есть, даже троих одновременно убрать невозможно. Потому что морозилка наша не осилит. Нету места. Хотя у нас огромная морозилка. Но там тоже и ягоды, и многое что лежит. То есть, курятина у нас всегда в морозилке. Ну, в общем, ничего сложного и очень приятно. Такой вес. Я не скажу, что это очень хлопотно. В общем, мы очень рады по этому весу. Очень-очень рады. За 5 месяцев 17 килограмм. Не то, что там мусь какой-то, которого тоже так же 5-6 месяцев держишь. И он там всего лишь 4-5 килограмм. То есть, нам очень нравится. Не отказываемся, очень нравится. В общем, все, что хотели вам рассказать. Это, наверное, последнее видео про индюков наших. Про наших индюшат. Больше мы их уже, конечно же, взвешивать не будем. Будем постепенно убирать. И поэтому, если только в инстаграме на прогулке. Каждый вечер мы с ними гуляем. Они у нас выходят погулять. Особо это ведь не выпустишь. Везде грядки, везде клубника. Ну, вот под нашим надзором мы их пасем. Они гуляют. Так что, если только зрители инстаграма увидят еще наших индюков, в ютубе уже вряд ли. Ну, все. Всем пока. У нас тепло, в принципе. Дождик прошел. Вот мы сходили в лес. Прошел немножко дождик. Чуть-чуть даже так помочил. Надеемся, что дождик будет еще. Ну, на улице 16 градусов. Солнце выходит, конечно же, жарко. А так, вот видите, сейчас вот в листочке солнца нет. Стучки гуляют. А так нормальная осень. Тепло. Ну, что, всем позитива, здоровья. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok